Дай почитать. Анотация обещала лучший исторический роман, героиню, умную суфражистку, стремящуюся к познанию, свежий романтический голос автора Эви Данмор. Но итог банален. Это обыкновенная паралитература, бульварная, исключительно дамская. Поверьте, все, кто читал так называемые любовные романы, уверенно поддержат меня. Ничего оригинального нет. Но и они же с радостью прочитают эту штампованную историю о любви неприступного, холодного, бессердечного, баснословно богатого синеглазого герцога Монтгомери и прекрасной бедной дочери викария, зеленоглазой Аннабель, суфражистки и студентки Уксворда. Нет, я нисколько не разочаровалась, на часа полтора погрузившись в эту леденцово-сахарную гламурность, заменив таблетки валерьянки чтением романа, как я называю такие творения. И хотя действие обозначено Англией, 1879 год, нет здесь ни викторианской эпохи, ни Англии конца XIX века, диалоги, герои, их действия безбожно, современные, штампованные и неинтересные. Все ходульно, залито в какой-то низкопробный шаблон, и ты ощущаешь себя глупым, обманутым читателем. Герой, герцог Себастьян, его брат Аннабель, ее подруги, какие-то картонные силуэты, отталкивающие, запрограммированные, карикатурные. И это, внимание, только первая книга. Впереди еще две, но не все готовы выложить кругленькую сумму за бульварный роман. Хотя, мои дорогие слушатели, я кривлю душой. Поверьте, и я, и вы знаем тех, кто купит все три тома и поставит их на видное место, и за ценой не постоит. Вывод. Если тяжко на душе, сердце, думать совсем нет мочи, нужно пить успокоительный препарат. Немедленно читаем. Мой любимый герцог Эви Данмар. Забываем о всех проблемах на часа три и становимся как новенькие. 18+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok